Девушки отдыхают Видимо, из-за того, что она моя мать, я ничуть не возбудился Выдающаяся девушка, надо сказать Мой вам совет Раз головой стукнулся лишний раз, лучше не двигать, мадам Самый настоящий мир меча и магии Хочешь спать, идёшь в туалет, а потом уже В кроватку Гадство, мне за тридцатника, они думают, что я под себя ходил Я поэкспериментировал и кое-что понял А написали врагам свою книжку, блин Может, детей магов считают опасными и отправляют их в лапы страшных инквизиторов? Не надо, не сжигайте меня! Учитель, матушка бережно выращивала то самое деревце и, боюсь, будет сильно ругаться Что? А-а-а, это очень нехорошо Подспорья Но дитя твоё утратила Благословение великой воды Папочки! Рокси, я извиняюсь, но не надо мои деревья в мишени превращать, зло не хватает! Не успела приехать, а уже напортачила Прям кролики Вот бы сестру заделали Да, младшего брата я не хочу А может, попробовать их окликнуть? Папочка, мамочка, а что вы делаете ногишом? Хе-хе-хе-хе Посмотрим, как будут оправдываться Ну да, Рокси всё-таки такая молодая А я нашёл в себе жалость сделать вид, что ничего не видел Причём два раза Современная магия родилась во время долгой войны с демонами Люди создали её подражениями Оказывается, у магии долгая история Разумеется Даже пацану под юбку не заглянуть Какой же всё-таки жестокий мир? Отныне и впредь я буду почитать эту девушку Думал было я Но нашлись трусики, которые я некогда стащил у неё Извините Что? В это мгновение в моих глазах отразилось нечто Нет, не невинный кинжал, к которому я только привык Конечно же, это был и незлавящий клинок тьмы, покрытый рунами Там было нечто другое Нет, кое-чего не было Там было то, чего быть не должно То, о чём прежде грезил Хоть и видел в той жизни лишь на экране Из-за неё я разрежал чёрную прыжку Упускал белые старёны в салфетку Там была она Мой друг оказался девушкой Мне нет оправдания Я нашу под сердцем ребёнка Вот это поворот! Кто же его отец? Было бы глупо задаваться этим вопросом Все за столом сразу всё поняли Прости, это... Мой, наверное Опять же И превыше всего Она знает о моей дивной реликвии Но держит её в тайне Папа прознал какой-то её страшный секрет Что? Какой? Не так давно ночью я в туалет вставал И когда мимо её комнаты проходил, услышал Если не хочешь, чтобы все об этом узнали Сейчас же раздвигай ноги Руди, что ты выдумываешь? Я сказала сидеть и молчать! Ну, Зенит... Лиля, скажи, это всё правда? Нет, ничего такого Ну да, конечно Сама ты этого не скажешь Да нет, послушай Я не заставлял Конечно, Сильфи мне Паула здорово помог Но Что посеешь, то и пожнёшь Прости уж, за подругу отплачу потом Дорогой Расскажешь мне всё, что случилось И в подробностях А я его постоянно избегала Более того, я боялась его Меня пугал Рудиус Вроде младенец Но как и мерзко смотрел на мою грудь Меня от него трясло Подозревала, что он одержим дьяволом Ну что ты на меня так зыркаешь? Хочешь вырасти таким же крутым, как папка? Можно ли назвать крутым мужичка, который изменил жене и чуть не развалил семью? Знаешь, какого толка там девицы ошиваются? Которые физически не работают Затащишь в кровать, разденешь А там, блин, такое, что глаза б мы не видели Поверь, батьки, на слово Надурили они меня пару раз Эй, Руди! Папа! Вечно подглядывает, как я переодеваюсь А ещё мои трусики воруют О, вылитый ты Видимо, великие умы ищут великие забавы Покси! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Проси, что хочешь, Руди. Папа уж как-нибудь разберётся. Тебе всё объяснит Ванта, мускулистая невалёшка. Нет, вряд ли. У неё давно мозги мышцами заплыли, так что и двух слов не свяжет. А ну, повтори! Пожалуйста, успокойся, Гилен! Это просто шутка! И да, я понимаю, что у Гилен в голове одна сплошная мышца, но не подтроливай. Чего он там вякнул? Всё-таки она царь клинка! Лучшего учителя меча просто не найти. И, поверь, она сильно, а папку твою ни разу победить не смог. Разве что в постели. На кой фиг было это сюда лепить, придурочный? Твой великомудрый и великолепный отец Пауло. Какой, блин, великомудрый? После слове. Барышню можешь забирать, но неваляшка моя, так что руки держи при себе. Вот так. Ясно. Отправь потом это письмо, Зенит. Слушаю. Как ты, Пауло? Отправил меня к этой маньячке! Мама, стоять! Я тебя как жикар оставлю! Немножечко избалованная! В уши мне не заливай, да? Да я таких барышень в жизни не видел! Это монстр! Главная героиня манги про хулиганов! Так она мне в десять раз хуже отомстит. Ещё чего не хватало. Сломает ещё челюсть, а я ж невербально лечить не умею! Почему? Кстати, я обязана исполнять данные тебе обещания! Вот же крысиль, да? Жёнушка Филиппа? Хе-хе-хе! Не проснёшься, я всякого натворю! Судя по всему, размер ещё только дабл-эй. Но при должном рвении и до еранга наверняка дорастёт. Не встаёт? Ничего не остаётся. Плохая девочка сама виновата, если с неё штанишки стянут. Чёрт, совсем позабыл! Отдых же, выходные нужны! Бутылёк и на десять заходов не вынимая хватит. Если же девки споить, тут же потечёт и ноги раздвинет. По крайней мере, так говорят. Афродизиак и десять золотых? Надо записать. Г-г-г-госпожа, почему вы купили его? Запомнила, как ты на него глазел. Благодаря тебе госпожа стали давать деньги на карманные расходы. Я даже сама посчитала сдачу в лавке. Большое вам спасибо. Я безмерно рад, что учёба приносит плоды. Ну что ж, давайте продолжим урок. Ты только объясни, что это за зелье такое. Кстати, я сегодня подготовил сложную задачу. Получится ли у вас решить? Ты чего с тем и съезжаешь? А ну, отвечай! Счастливо! Пусти! Я ничего плохого не сделал! Отпусти меня! Афродизиак за сто тысячен! Афродизиак, говоришь? Это ещё что такое? О, моя богиня! Да что там говорить! С его помощью можно зверолюдей в слуги нанять! Ты понимаешь, в чём их прелесть? У вас я увидела их вживую впервые, но эти пушистые ушки... Их никогда не бывает много! Всё, я лично большой любитель хвостиков. Я вновь уверился. Тебе точно кровь, Грейратов. У неё снимается мантия, а внешность в точности до родинок моя. Как бы не угробил меня в скорости проклятием. Страшно. Впрочем, сегодня день особенный, так что разрешаю. Не забудь про защиту, если в постель потащишь. Чё? Кстати, Гилен, в каком смысле сказка? Ночью мне спалось плохо. Паула пригласил искупаться с нами. Ой, знаешь, не продолжай. Ух ты! Кто рано встаёт, тому бог подаёт. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пальчики у меня шаловливые. Кому ж там не имётся с утра пораньше? Какой-то он сегодня не такой. Секс мысли прояснил. Правда, хвоста не видать. К сожалению, знаний не хватает. Судя по реакции, она готова на всё, лишь бы не выпустить меня. Если, конечно, не сложно, покажешь, откуда он растёт. Господи, мелочь какая. Запросто, смотри. Раздумий ноль. Так, погодите, а это точно попа? Охренеть! Мышцы моей мечты! Все уже готовы ко... Что? Он? Поддать войско! Пойдём маршем на дурней Нотасов! Уберём Уильяма! Сами усадим Рудиуса во главе... Попробуй-ка! Держитесь! Чего? Не понял. Она разве меня не недолюбливала? Усыновлю. Нет. Лучше женись на нашей Эрис. Ему ещё только 10 лет. Возраст ничего не значит. Тебе следует вести себя женственней. Если хочешь, я сейчас же свяжу Эрис и заброшу к тебе на ночь в кровать. Будем считать, что вы так необычно пошутили. А если бы я согласился, глядишь, смог бы собрать себе гарем по вкусу из служаночек. Такую возможность упустил! Филипп, что ли, подослал? Между тем, если приглядеться, она очень даже ничего. Первый поцелуй цундеры Лоли-барышни откроет мне путь к новому опыту. Возникает вопрос, а на что выходит согласна? Согласна же? Можно ведь? Это зелёный свет? Так, всё! Приятного аппетита! Потерпи! Всего-то пять лет! Дожди своего совершеннолетия! В общем, до тех пор руки не распускай! Слушаюсь, госпожа! Буду ждать! До пятнадцати! Да, долго, но я уж стерплю! Я выдержу! Я стану мужчиной, что не поддастся ни на какой эрос! А вы уже решили, что подарите Рудине юбилей? Да, я отправлю ему вот это! Вещь, которую господин всем сердцем дорожил! Разочек всего лишь! Что тебе сложно, ну? Что ты пристал? Будто присунуть мне захотел! Зуб даю, обмануть хочешь! Там сидит одна Рокси, а там сидит вторая, и уже три Рокси, четыре! Успокойся, у меня лишь одна богиня! Встретишь Рокси, скажи, что ждём её! Да, конечно! Разрешите отныне называть вас отцом? Нет! Спасибо! Не будешь потом жалеть? Точно записать отряд, как Дэд Энд? Да, будьте так добры!